Всем привет! С вами канал Russian with Dasha. Меня зовут Даша и сегодня у меня на канале замечательные гости. Это Ира с канала о русском по-русски. Привет! Я надеюсь, что вы меня узнали, потому что я обычно не снимаю в очках, но иногда хожу в очках. Так что, если вы вдруг меня не узнали, это я. Привет! Да, мы решили записать небольшое видео для вас. Моя камера может сесть в любой момент, поэтому не переживайте. Мы с Ирой еще встретимся в мае. Да, да. Через месяц я буду в Санкт-Петербурге. Буду снимать влог для своего канала и обязательно Даша в нем тоже будет. Так что мы еще встретимся вместе. Да. Сегодня я хотела задать Ире несколько вопросов, чтобы узнать побольше о ней. И это будут спонтанные вопросы, поэтому ответы, скорее всего, будут тоже спонтанными и необычными, да. Во-первых, Ира, скажи, пожалуйста, откуда ты и как ты попала в Москву? Многие подписчики моего канала уже знают, что я не москвичка, то есть я не родилась в Москве, но я приехала сюда из маленького города на юге России. Город называется Ейск. Может быть, вы слышали о нем, может быть, нет, но это город, который находится недалеко от города Краснодара и от города Ростова-на-Дону. Может быть, эти города вы знаете. И, как я уже сказала, в Москву я приехала учиться. Это было почти 9 лет назад, и с тех пор я живу в Москве, потому что мне понравился этот город. Я знакома с ним с детства, и в детстве мечтала сюда поступить учиться, и вот моя мечта сбылась, кажется. Здорово. Кажется, сбылась. Но Ира, я думаю, все еще идет к своей мечте. Да, медленно. О чем ты мечтаешь? На самом деле у меня очень много мечт, если можно так сказать. Наверное, самая главная мечта моя — это быть счастливой, и к этому я пока тоже иду, потому что для меня счастье — это гармония с самой собой, и я пока ее не совсем нашла. Но если говорить о таких более реализуемых мечтах, то это, наверное, открытие онлайн-школы моей о русском по-русски. Школа открылась недавно, и я сейчас мечтаю открыть набор на групповые занятия в моей школе. Тоже надеюсь, что это сбудется этим летом. Мечтаю. О чем я еще мечтаю? Ну, наверное, я мечтаю еще поехать в путешествие в некоторые страны. Я мечтаю поехать в Америку. И вот сейчас как раз я, Даша, рассказывала, что это должно было случиться в прошлом году, но из-за карантина не случилось. Так что я надеюсь, что когда границы будут открыты, эта мечта тоже сбудется. Я тоже надеюсь. Ты хочешь в Северную Америку или в Южную? Честно говоря, я хочу и туда, и туда, но больше всего я хотела бы в Лос-Анджелес, в Нью-Йорк и в Вашингтон. Круто. Если ты вдруг поедешь в Америку, в США, то обязательно также посети Кейп Код. Это недалеко от Бостона, шикарное место. Очень, ой, там здорово, да, у меня камера без астратива. Ты сказала счастье. На прошлой неделе у меня было на канале видео с Юлией Russian Connection, и она как раз сказала о том, что русские не думают о том, что нужно быть счастливыми, что это не самое главное в нашей жизни. Как ты думаешь, всё-таки что, в чём концепция счастья в России? И вообще, какие у нас живут люди? Думают ли они о счастье? Вот ты мне как раз рассказала о видео с Юлией. Я так поняла, что в России как такового концепта счастья, наверное, и нет, может быть. Так как многие люди уверены, что счастье – это что-то, о чём не нужно говорить. Счастье – это что-то, что нужно скрывать. У нас даже есть выражение такое, которое мне вот часто говорят. Счастье любит тишину. И меня спрашивают, зачем я там показываю свою жизнь в Инстаграме, например. Я не совсем с этим согласна. Мне кажется, что если человек чего-то достиг, и у него есть что-то, чем он может поделиться, он должен это делать. Ну, не то чтобы должен, да, он может это делать, и в этом нет ничего плохого. Но что касается вот всё-таки концепта счастья среди молодых, наверное, людей, потому что у пожилых людей и людей времён Великой Отечественной войны, да, времён Перестройки и так далее, у них, наверное, счастье… Было очень сложное такое понятие счастья, как мне кажется. И у нас, у молодых людей, счастье, наверное, в реализации себя. Конечно, есть люди, которые хотят родить детей, построить семью и при этом не делать карьеру. Ну, а есть те, кто хочет делать карьеру, и это не значит, что первый вариант плохой или второй вариант плохой. Просто у каждого концепция счастья своя. Но сейчас, как мне кажется, больше, наверное, тенденция к счастью как к реализации себя, как личности. Личности с разных сторон. Личности как человека бизнеса, как человека, может быть, матери или отца и так далее. Ну, у всех своё. Не знаю, мне как-то сложно говорить об общем каком-то счастье. Любят говорить, пусть вы никогда не увидите войну. Часто так говорят. Я слышу от многих взрослых людей, не молодых, но за 40, например. И я думаю, что да, наверное, в нашем обществе это один из элементов счастья, потому что наше общество пережило много войн. И так как у нас очень, не то, что популярна тема войны, но она очень наболевшая, это один из элементов счастья, чтобы не было войны. У меня рука сейчас уходит час в минутку. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Дима Торзок